привет друзья сегодня решил начать написание натюрморта по фото конечно же правильнее всего писать с натуры но согласись не каждый может и я в том числе натащить домой кучу барахла где-то все это нужно хранить все предметы эти лучше всего конечно писать с натуры можно и правильно подобрать освещение правильно расставить поменять что-то но у меня наверное как у многих из вас нет такой возможности тем более что на этой картине будут присутствовать таким громоздкие предметы как вот череп барана там может быть еще не дай бог колесо какой-нибудь там не тащить же все это домой поэтому можно в интернете найти какие-то элементы сюжет сюжет допустим я уже выбрал тему и в интернете выбрал несколько элементов которые мне могут пригодиться лучше всего выбирать такие фото где освещение будет располагаться с одной стороны вот допустим я выбрал вот с левого верхнего угла освещение будет здесь тоже его на элементах у всех будет освещение с одной стороны это в дальнейшем не поможет еще раз скажу что я не собираюсь никого учить просто хочу поделиться вот как я решаю вот эти проблемы проблемы как я пишу по фото ну вот и так и так можно конечно покорректировать фотошопе но обязательно нужно чтобы главное это что свет попадал с одной стороны на все предметы иначе потом произойдет путаница и тяжело будет тяжело будет написать этот натюрморт ну вот я выбрал несколько элементов которые будут присутствовать на этой картине посидел на листочке покомпоновал все эти предметы чисто набросал это расположение в пространстве всех вот этих элементов сейчас мне задача перенести все это на холст и сейчас я пользуюсь пользуясь своим рисунком фотографиями и поищу на холсте расположение этих предметов я беру какой-нибудь любую краску лучше всего подходит коричневая светлая разбавляю до состояния акварели прям жиденькая и тоненькой кисточкой как карандашиком просто буду искать чтобы можно без масла без всего на чистом растворителе чтобы можно было потом что-то потереть что-то убрать не не прорисовывая каких-то деталей просто сейчас у меня задача найти на холсте расположение этих предметов и лучше начать мы рисуем всегда заднего плана лучше начать расставлять эти предметы с переднего потому что они будут у нас более четкими ярко выраженными поэтому лучше ну вот начнем на переднем плане вот у нас череп где-то так мы находим его примерно в пространстве чтобы не стягивать близко крак так как это основной элемент где-то 3 пускай будет он может быть вот так и поищу его пространстве не нужно прорисовывать никаких деталей чего потому что все это будет корректироваться не один раз можно карандашик а можно как я тоненькую кисточку и поискать помогаю себе фото потому что у нас есть чтобы у нас есть пассажир а это а это это и это 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 как и это 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 Продолжение следует... Вот передний план у нас. Здесь уже как бы понятно, что мы не стянули к краю, ближе к центру. Основные элементы, основной элемент, вот в данном случае черепушка барана, у нас будет как-то вот так располагаться. Так, тут у нас еще на переднем плане должен быть цветочек. Вот цветочек. Положим его... Ну, положим его, видимо, вот сюда. Не прорисовывая никаких деталей, просто размер и место в пространстве. Дальше у нас тут... У нас тут должна быть рамка. Тоже сильно не затягиваю ее к краю. Вот. Это... Вот она у нас вот здесь кончится. Дальше у нас... Должны быть здесь песочные часы. Каким-то образом они будут располагаться. Таким образом сейчас я расставлю все предметы. И, может быть, начну их немножко корректировать, передвигать. Обдумывая, как это будет смотреться, представляя себе, как это будет смотреться на картине. Цветочки. Всего лишь показываю форму, размер и расположение в пространстве. Вот он, цветочек. Попробовать несколько вариантов, как расположить, допустим, стебельки, чтобы они интересно лежали на книжке. Каким образом здесь нужно предположить, откуда... Ну, выбрали мы свет, допустим, вот он у нас направление. Покажем себе сразу, чтобы не путаться. И, чтобы поинтереснее они это лежали, нужно как бы предположить, где у них будет тень, чтобы она эффектная. Эти стебельки лежали на картине. Каким-то образом загнуть. Отсюда, значит, тень у нас здесь будет, чтобы она была ярко выражена, чтобы оторвать ее стебельки. И не только стебельки, а все предметы оторвать от плоскости, чтобы все выглядело объемко. Где-то будет прикасаться с книжкой, где-то отрываться, допустим, так загнуть. И все части, элементы сейчас также хорошо обдумать все и расположить на картине все предметы. Не нужно бояться экспериментировать, пробовать. Мне кажется, вот слишком высоко я задрал. Можно подтереть немножко тряпочкой. Потому что все равно это многократно перекроется. Я думаю, допустим, вот так будет эффектнее удержать. Искать нужно, искать. Здесь у нас будет край книжки. Продлил сюда. Здесь вот я говорил про тень. Можно эффектно положить на эту книжку тень. Поэтому я ее за край книжки вытащил. И вот эти мелочи заранее нужно все продумать, чтобы картина была интереснее. Итак, друзья. Все основные элементы картины, предметы у нас по местам расставлены. Не буду отнимать у вас времени уроками по композиции. Но единственное, напомню, что те предметы, на которые хотим обратить внимание, они должны быть более яркими, приближенные к нам. Но, тем не менее, не надо их пялить, точно ставить посередине. Нужно их смещать куда-то от центра, либо вправо, влево, там, вверх, вниз. Если точно ставить, это, как бы, не очень хорошо, не очень правильно. Предметы не должны быть одного размера и стоять в ряд. Их нужно разносить в пространстве, что-то приближать ближе, что-то ставить на задний план. Ну, так вот. Самое время сейчас заняться фоном. Допустим, я определился, что картина будет выполнена в теплых тонах. Здесь, как бы, кость, цветы, вот это будут теплые, коричневые, бежевые оттенки. Здесь, поэтому фон нужно сделать похолодней, похолоднее. И, 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 не нужно делать фон слишком ярким, иначе он будет выпирать на передний план. И, и, у нас, предметы будут прилипать, как бы, прилипать к фону. Нужно делать это потемнее, тем самым мы раздвинем их, приблизим к себе и раздвинем их в пространстве. Ну, вот я выбрал. Как бы, очень хорошо для темных мест это подойдет. Вот, что у нас тут, умбра ленинградская, по-моему, да. И, вот, холодноватые серые тона, и вот на основе вот серого и темно-коричневого получился вот такой вот, вот такой холодноватый коричневый оттенок. Вот, вот сейчас мы замажем, как бы, как бы, как бы фон. Тем самым мы, как бы, будем задавать уже тему и избавимся, избавимся от белого цвета, который будет мешать. Я сделаю здесь, как бы, полосу поярче. Это будет наталкивать зрителя, откуда падает свет. Ну, и помогать мне, напоминать, в дальнейшем, когда буду писать картину, будет мне помогать, что направление света падает именно отсюда. Вот, сейчас я потихоньку избавлюсь от всего белого и начну создавать текстуру. Не знаю, что это будет стена, может быть, свет будет попадать на стену, какие-то элементы на стене будут видны. Сейчас я потихоньку избавлюсь от белого, чтобы глаз не резало и не мешало мне работать с предметами. Итак, я вот замазал таким грязным, холодным цветом фон. Теперь буду его корректировать. Какие-то участки высветлять, какие-то еще усиливать, потемнее делать, обозначая где-то тени от предметов. И создавать текстуру стены самой. Допустим, я выбрал направление света, я уже говорил, как бы подсказочка такая небольшая. Вот, и... Не забывая, что это стена, создавать какие-то на ней... Рельефчики, что ли. Что ли. Теневые участки буду оставлять темным. Светлые высветлять, но... Не забывая о том, что мне нужно, чтобы фон остался холодным. Краски немного, но уже я сюда добавляю масло. Это не чистый растворитель, а уже здесь присутствует масло. Чтобы было время поработать над фоном. Фон тоже, это как бы элемент картины. Про него не надо его, как бы... Хоть он находится на заднем плане, но не нужно про него, к нему относиться халадно. Потому что он как бы создает настроение всей картины. Итак, друзья, я высветлил вот какие-то участки. Я не тупо замазал, как попало все. А вот уже на этом этапе я начал давать намеки на тени. Вот, допустим, свеча здесь будет, цветочек. И уже как бы немного видно теневые участки. Также рамку чуть-чуть дал тень. И она уже... Даже ее нету, но она уже оторвалась от стены. А не плоская, прилеплена к ней. Почему я говорил еще, что нужно заранее продумать сюжет. Вот, допустим, я решил, что от свечей здесь будет дымок какой-то. Для этого я заранее на фоне тоже дам намеки тени от дымка вот этого. Его еще нет. Я даже не знаю, каким он будет. Ну, какие-то намеки я покажу от этого дыма. Также растушую. Все это будет еле уловимо, но в комплексе потом все это будет проявляться. Будет обогащать картину. Она не будет плоской, будет объемчик. И вот это место вам говорил, что как бы намек на направление света, но все равно он получился наподобие облачка дымка. Потому что здесь вот будут какие-то петли дыма, и все это будет сочетаться, и как бы должно быть все правильно. Вот сейчас я дам намеки на тень и немного еще поработаю над текстурой стены. Не так, чтобы прям четко все выписывать, но что-то покажу, что где-то неровности, какие-то трещинки. Я заранее это сделаю, потому что краска пока влажная, в ней масло, и можно будет легко вписать все вот эти элементики. Вот, да, еле видимые такие полосочки. Растушуем, чтобы пока краска сырая вписалась, потом они нам пригодятся. Это не дым, а тень от будущего дыма. Ну вот все, как бы на этом с фона можно остановиться, чтобы не переборщить, не сильно высветлить его. Корректировать можно будет только после того, как мы определимся с тоном, яркостью предметов переднего и заднего плана. А под них уже, под них уже может быть придется и подкорректировать и фон. Но лучше, пускай заранее он будет, как бы немного темнее, чем мы предполагаем. Проще высветлить потом, чем придется затемлять. Вот, получился вот такой холодный, холодный, серый, пепельный фон, чего я и добивался. Но уже с элементами теней. Так, дальше, дальше, можно уже рисовать предметы, формировать их форму. Детали, как бы, оставляем на последующий момент, а сейчас сформируем именно форму. Так, ну ладно, приступим. Здесь уже, как бы, все равно, можно начинать с переднего плана или с заднего, это не принципиально. Итак, друзья, видно, что я уже полностью избавился от белого. Нижняя плита, ну, она тоже, как бы, является фоном. Я ее так же умышленно затемнял, чтобы, как бы, дать себе фору в тоне, чтобы предметы, самые яркие, была возможность посильнее выделить. Поэтому, вот, сделал так, что, как будто бы она выходит из темноты, и вот, левый верхний угол сделал немножко посветлее, чтобы на этом фоне дым было отчетливо видно. Дым от свечи. Ну, пускай будет дым, это у нас тоже какой-то предмет. Отчетливо, чтобы было видно его. Поэтому, буквально, очень осторожно высветлял все это и оставил себе, как бы, фору в тоне. Потом, когда картина уже, ну, окончательно будет готова, если захочется повылизывать ее, можно где-то свету будет добавить. Но, на данном этапе, вот, как бы, с фоном нужно на этом остановиться. Сейчас будем заниматься другими элементами, предметами, и будем смотреть по тону, как они у нас будут соотноситься с фоном. Продолжение следует...